Гитарный гитарист Гитарный гитарный гитарист Эдди Ван Халлен, живая легенда Один из первых популяризаторов тэппинга И человек, с легкой руки которого на свет появилась линейка устройств Ставших хрестоматийными образцами трушного, метального, хайгейнового гитарного звука Музыкант, которому компания Dunlop посвятила выпуск целого ряда подписных устройств Среди которых Эдди Ван Халлен Crybaby, Flanger, Face 90, Horus И конечно же наш сегодняшний герой Педаль MXR EVH 5150 Overdrive Созданная при участии самого маэстро После появления в электротехнике понятия полевых транзисторов И успешного их применения при производстве схем имитирующих звучание ламповых усилителей Выход этой педали был всего лишь вопросом времени и само собой разумеющимся фактом Педаль EVH 5150 является устройством, в котором инженеры компании Dunlop Решили воспроизвести звучание синего кранч-канала усилителя EVH 5150 Созданного Эдди вместе с Fender Ибо как вы знаете, с пиви у них там в 2004 году что-то перестало срастаться И ребята из MXR не перестают меня удивлять, ибо у них это получилось Опять! Собранный на мультикаскадных полевых транзисторах с трехполосным эквалайзером, ручкой гена и громкости Этот зверь в хаотичном полосатом корпусе, выдающем стиль Эдварда А.К. Эдди Ван Халлена Бросит к вашим ногам весь спектр гитарного звука От классического саунда маэстро 90-х до современного высокоартикулированного хайгейна ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кроме того, присутствует встроенный шумопер Кромодав с возможностью настройки регулятором гейт, который позволит вам избавиться от лишнего шума Еще мы здесь видим маленькую кнопочку буста, которая в нужный момент сможет поддать лишних 6 дБ громкости И жиркавый без того неслабый перегруз Странно, что она не вынесена сюда в виде отдельной кнопки футсвича, но да ладно, им виднее Питается устройство от 9-ти вольтового источника Хоть блока питания, хоть батарейки типа крона Для которой в задней стенке корпуса присутствует специальный отсек Смогли ли ребята из Dunlop запихнуть в компактное устройство MXR EVH 5150 дурь здоровенного лампового монстра, решать вам Однако скажу от себя, что во время съемок данного демонстрационного ролика с гитаристом Александром Гордовым Я провел достаточно времени в осознании того, что с достойной командой грамотных сотрудников, радеющих за общее дело, возможно все И эта педаль реальное тому подтверждение Данное устройство уже достаточно давно представлено, поэтому если вы им заинтересовались, без труда сможете найти в ближайшем музыкальном магазине А с вами была компания LUTNER, я Дмитрий Остросаблин До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok